добрый добрый вечер спасибо что вы пришли послушать этот доклад но единственное мне конечно было бы интересно узнать что вы ожидали здесь услышать может быть немножко не то что я планирую рассказать смысл этого доклада не в том чтобы начать сейчас показывать о том как там в бетоне строить модели различные как начать делать регрессии всех возможных видов и в общем как сразу заработать миллион долларов прямо не не сходя с этого места нет ну таких докладов вы найдете в интернете в общем-то массу можно найти лекции которые длятся по три часа про машин ленинг и все эти смежные темы ну и в рамках этого этой встречи конечно нет смысла ничем об этом рассказывать мне бы хотелось сделать своего рода некие ну с одной стороны подытожить все те доклады которые есть и те а с другой стороны но сформулировать собственно проблему потому что в этом самом data science и первое с чего собственно начинается ну любой успешный проект любая успешная задача начинается обстановке вопроса то есть первый вопрос который хотелось бы мне осветить в этом докладе собственно говоря что такое data science ну по поводу английского языка сразу что у меня не возникало ни у кого там каких-то мыслей карамельных о том что ты решил тот человек показать что он знает язык нет просто когда набираешь там и код и и текст очень честно говоря напрягает переключать раскладку ну и соответственно ну и к слову сказать сразу по поводу термина этого data science ну как-то наука от данных она немного режет язык потому что как по мне так это в принципе но математическая стену а в этом очень сейчас поговорим то есть я буду говорить data science но я надеюсь никого не сильно 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 не напрягает но ни черта не работает уже это прекрасно а куда что ж такое-то data science не пошел а нет админов то сейчас я мышка щелкну по старинке ничего страшного значит здесь кратко представленные источники которые я использовал то есть это лишний раз говорит о том что в общем то результатов моих здесь вы не увидите то есть есть не будет каких-то оригинальных результатов плане вот именно алгоритмов там и чего-то что-то подобного а источники ну понятно это книги может быть не очень популярно сейчас читать но канадка с это сайт стандартно для машин ленинга ну и всякие там статьи кстати который к слову относится data science собственно почему это называется сайенсом ну и первый вопрос почему же data science надо прозвучало зачем вообще заниматься это сайенсом то есть зачем это надо ну прежде чем зачем это надо можно но определить я нашел это определение в книге дата смарт книга домик неплохая вам ее рекомендую то есть что же такое из себя представляет это data science ну и она понятно здесь как раз вся суть мне кажется хоть это работает вся суть мне кажется в этих двух словах математика и статистика ну хотя может было математику вообще не убрать наверно то есть это те методы которые были уже известны много много лет в науке и которые сейчас нашли свое применение для различных задач ну там совершенно различных отраслей человеческой деятельности работает класс значит и собственно в той же книге очень правильно об этом говорится что собственно весь этот термин data science по ним подразумевается все то что чем мы уже занимать домики давно это машинное обучение то что раньше назывался искусственным интеллектом это математическая статистика которая была математической статистикой ну и что-то там еще а ну и бизнес интеллигенс которая не значит говоря русского термина у наверняка он есть то есть все это сейчас собрали в кучу и когда говорят data science ну чтобы все это подразумевается в зависимости от контекста собственно почему же data science заниматься ну вот в качестве такой завлекательного высказывания нашел одно из одних из руководителей гугла это смысл в том понятно что data scientist будет такой топ сексе работы бежать 10 лет ну тут и речь идет о людей которые занимаются мат статистикой но это лишний раз говорят о том что в гугле люди понимают что такое data science ну и табличка табличка небольшая с цифрами ну понятно здесь доходами с некой api некий сайт ну вроде как довольно таки уважаемый откуда эти данные взяты собственно но цифры понятно у нас наверно таких нет стороне но тем не менее очень уже говорим сейчас о глобальных рынках и интересно посмотреть вот на подписи колонки то есть мы сказали data science там понятно прозвучит термин data scientist то есть человек который занимается самой наукой но сама отрасль это data science она в общем-то вот бьется видите как довольно таки довольно таки патрон тут и бизнес интеллигенции что-то там и даты инженеры в общем все понятно ну я так полагаю что здесь все включены те специальности которые подразумевают собой просто работа с данными имеется ввиду то что то что у нас деталь называется компетенцией big data то есть это хранение передача ну и частично работа с большими данными то есть это вот сюда все входит ну и data scientist это вершина просто эволюции в плане в плане зарплаты мне кажется это вот в каком-то смысле мотивация в конце мотивация интересные задачи есть но чуть позже я не скажу зарплата есть рынок в общем-то не насыщен этими дата сайта сами более того если вы посмотрите там есть статистика которая говорит о том что в ближайшие годы будет наблюдаться сколько это были статьи десятого года то уже наблюдается нехватка специалистов вот в этой области то есть займетесь вы но она наверное наверное получите хорошую работу с интересными задачами мне кажется все этого хотят крайне верно с объяснением дата арте говорят хочется развиваться но тут есть куда развиваться в общем это мотивация интересные задачи зарплату прекрасно ну и собственно говоря вот здесь я чуть-чуть скажу о задачах почему собственно этим дата сайсом еще сейчас стало вдруг так популярно заниматься но и самое главное не не столько популярно сколько продуктивно потому что у нас произошел на у нас игру глобально всплеск этих самых данных то есть элементарно в семидесятые годы до восьмидесятые было мало данных для того чтобы строить какие-то статистические модели ну из общих соображений из общих соображений мы можем все там догадаться хотеть не всегда будет так что чем больше данных тем точнее будет некие предсказания в машинном обучении или еще где-то тому примера задача вот например с черт побери задача с распознаванием речи google набрали колоссальную библиотеку смогли ее обработать но ресурсы есть и пожалуйста вот вроде так довольно таки неплохо распознают речь даже вот сына у меня к который еще и говорит только не умеет google это что-то по вот этому google голосовому поиску что-то ему выдает то есть можно сказать результаты есть но и кратко области вот в которых этот это самая бигдата она даст результат ну понятно хаскар ретайл мануфактурин телекоммуникашнс хаскэя но это я даже цифру привел из статьи потому что у вас наиболее мне интересно значит 17 процентов валового продукта сша это хаскэя ну для сша это известно все эти обамы к и прочее здесь входят сюда ну понятно с одной стороны это страхование это расчеты модели мои и проще и проще как лучше предложить клиенту как его завлечь и что интересно еще это различные фармацевтические исследования например результаты исследования по эффективности лекарственного вводить то или иное лекарственное вещество уже в ну или вообще из использования или наоборот можно и включать плюс клинические испытания то же самое там чем больше данных тем лучше плюс ну пытаются сделать ну это его совсем частные задачи может занимался исследование например кардиограммы ну понятно там чем больше кардиограмм тем вроде как вы можете лучше обучить свой алгоритм там нейронную сеть или или вообще как у него там deep learning сделать в общем чем больше данных понятно тем больше тем больше тем эффективнее результат с ритейлом там тоже в принципе все понятно что делать это в первую очередь все мы знаем это реклама то есть это тагетированная реклама с одной стороны плюс расчет по расчету различных там скидочных систем ну и всего круг этого то есть ритейл просто едва ли наверно не главное такой бенефициаре от всех их бигдата с производством ну здесь чуть сложнее то что я видел но не особо не это интересовал он то что я видел это результаты по сенсорам например вы берете кучу сенсоров собираете гигантское число данных и можете там предсказать тоже что-то там скорректировать своем в разработке продукта ну продукт например машина ну или какого-то конкретного и узла тут тоже все понятно и телекоммуникации говорить чтобы не хочу это совсем не интересно в принципе тоже все понятно но телекоммуникации этой медиа сюда входит там уж совсем совсем мне кажется совсем ясно он youtube и и и же с ним в общем-то процветают вот движемся дальше мы поговорили ну мне кажется более менее стало понятно что такое data science хотя бы в общих чертах и вот эта картинка она по моему взята из курсерского курса по этому самому data science но и они как бы наглядно представляют что же такой область это data science потому что как ну в университете вы не получите диплома такого с такой специальностью ну и надо как-то тем не менее определить ну и довольно такими кажется струбное определение это пересечения трех множеств значит здесь математика статистика все понятно что это такое хакинг скиллс но тоже все понятно ну наверное то что относится программированию то есть насколько хорошо вы можете где-то раздобыть данные ну и и что-то с ними там проделать быстро эффективно экспертиза это вот это может подразумевает собой экспертизу в конкретной области индустрии то есть конечно невозможно ну как правило невозможно заниматься например исследованиями в области здравоохранения вообще не представляет там процессов которые происходят здравоохранения но это естественно но и на пересечении всего это вот и стою где-то data science то есть вообще говоря квалификация ну довольно таки в принципе высокая хотя если обратиться вот кто и той схемке диаграмме с зарплатами видно что деление в общем то разные но деление достаточно подробное и необязательно прям все это знать ну skills тоже это как раз сайта канадвис там я не кое-какие выкинул скиллы там еще говорилось о том что уметь коммуницировать людьми социальные skills что-то там но и все понятно это на мозги проверить им значит имеется ввиду образование там есть статистика о том что большинство людей которые работают в этой области имеют магистерское образование 46 процентов где-то имеет phd кандидатская но и все значит потом желательно большим плюсом является знание продуктов сас или даже ара потом также идет отдельно выделяется программирование на питоне ну то есть это плюс при поиске роду работы понятно что ходу но он без ходу по и big data понять что дата сайс это равно big data плюс ходу на искали ну то что все понятно в принципе в скале тоже вполне себе можно делать какие-то выборки работы и главное что храните вы данные в принципе в таблицах ну я не говорю про ноу сикл датабейси там тоже все понятно они тоже стараются вводить все какой-то и сквере значит здесь оперативную из инструкции дата подразумевается умение получать тянуть данные совершенно разных источников то есть никто скорее всего он не даст при ну когда вы уже подстроились работать никто не даст вам прекрасный csv файл с уже отформатированными значениями все такое прочее нет ну и надо уметь там и страничку распарсить и csv прочитаете из pdf что-то выдрать и а пишку дернуть в общем то я думаю все это для вас знакомые стандартные ну тем не менее это это важный скилл который указан был но у бизнеса кьюман это собственно то же самое это экспертиза то есть если вы имели экспертизу в холлская но тяжеловато на работу там в telecommunication перейти ему зависит конечно в общем это экспертиза в какой-то конкретной области вот это я взял ну просто в качестве примера что то слов много если кратко пробежаться как раз видно что она пересекать 7 и 9 скилами это описание одной из вакансий от свеженькой двухдневной сайта indeed com на позицию data scientist какой-то компании стартапе аля по по как раз холлская связаны называется sick kids они занимаются что-то там связанное с кардиоваскуляр там таком ключе ну и вот мы все это видим сас артом образование плава плава ну даже вот учить тут надо кого-то студент в тренинг в общем то все довольно таки нужно жалко перериснуть нельзя ну там очень понятно скверси плюс плюс парк но кто искать там spark не фигурировал ну я не знаю насколько он входит в эко-систему хадупа ну наверное да пуша над ходу конкуресса работает над файлой системой то есть вот такой вот требование вполне себе ну и кратко вот заключение этой части доклада про про дата сайенс компании которые у всех на слуху но лишний раз не 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 помешает их посмотреть это компании которые делаю деньги на работе с данным ну понятно что не только понятно но тем не менее и ними вообще всех измена social networks там фейсбуке и прочее они тоже одну продаю данные сейчас появились компании которые нам стартапы компании которые занимаются продажей вам данных то есть они агрегируют данные у себя их они хранят и вам их продают то есть замечательный стартап научитесь где-то еще лучше находить данные для которой могут быть использованы ну прекрасно научитесь агрегировать из их и из вот этих вот сетей сюда еще и бесплатно из фейсбука вы выбирать что-то он тоже замечательно но мне здесь интерес был упомянуть соус хочу джет брейнс тоже включился в эту гонку буквально вчера я открыл хабр хотел там найти статью по тоже что-то из этой области и самая первая ссылка это было джет брейнс выпустил новый продукт сус аналайзер для работы с данными онлайн ну она анализ данных визуализация табло кстати они занимаются тоже у них много не занимается этим визуализацией в сайте ну собственно по сути все кто представляет какие-то данные для аналитики данных они предоставляют продукты для визуализации спланг собственно сделал себе сделал бизнес на обработке данных то есть вообще на обработке логов на алгоритмах вольфрам но я не знаю я думаю все таки слышали право фирам ты система математика альфа вольфрам альфа и они же тоже позиционирует себя когда-то древан компании там вообще много очень сделали в этом направлении то есть компания такие растут место там еще все 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 еще есть так что так что вперед ну и собственно говоря вторая часть доклада то есть мугры про data science видели в рекомендуемых умениях и навыках питон ну и собственно говоря имеет смысл говорить почему питом я понимаю что это вроде встречи питом комьюнити все ты наверное наверное люди мы должны считать что господи да да ты что что же еще кроме питона но в принципе и на арии успешно это занимается и сасом и статистика пользуются и там и носи есть книга прекрасно как написать статистическую программу папа мост статистики на фартране фартран прекрасно быстрый значит ну кратко перечислю достоинства питона которые которые всем нам наверно очевидны комьюнити у него действительно очень большое нас и к верфу если что можно там принципе найти какой-то интересующий вопрос ну или спросить у коллег в общем экспертиза власти питона она такая доступна доступно библиотеки безусловно без библиотек никуда если мы начнем решение задачи с того что начнем писать чего-то сами ну наверно и завязываем самом начале проблемы но библиотек может быть покажется что это не какое-то гигантское число их прям но в общем то они покрывают значительную часть проблем но задач дата сайнса и есть еще конечно там еще какие-то более узкоспециализированные но и даже перечать не стал мы чуть позже поговорим о пандосе это в общем то в каком-то смысле она в такой ар для питона хотя может быть несколько шире несколько уже ну и нам пойду они там сейчас все профигурируют собственно а них вкратце чуть дальше будет но визуализация есть без визуализации никуда matplotlib это стандарт де-факто базовые графики плот ли посмотрел пакет для интерактивной графики аля кому d3 для джесса и баке ну тоже он строит статистические графики там еще и сиборн и в общем то ну наверное это что то есть еще в общем то они позволяют довольно таки неплохо все нарисовать но и конечно если речь идет о изображении каких-то графов на миллион узлов ну не факт что они потянут ну потому что есть китболи специализированные библиотеки типа граф вис что-то еще очень визуализация есть ну и и самое ну да пожалуй самое главное но в том числе и кроме очень важно что это язык общего назначения то есть если вы работали саром вы представляете что мари прекрасно можно загрузить csv-шку обработать csv-шку агрегировать там что-то бла-бла-бла вот что делать с этим потом можно написать красивый отчетом прекрасный пакет для генерации отчетов это все хорошо а есть потом вам захочется сделать веб-сервер который будет но использовать этот алгоритм вот эту всю кухню которую вы проделываете с данными для того чтобы это отдавать кому-то ну я думаю саром уже будет это не столь весело с питом нам жену понятно все мы знаем тут звучали доклады про я не знаю даже про джангали звучали про джанга наверно неприлично делать доклад уже сильно прожанку там и куча еще там фласки фалькона и прочее плюс ко всему численные все эти библиотеки и ну и очень я не буду вам рассказывать какие есть там замечательные библиотеки для питона и пшу питом это язык общего назначения вы все это знаете лучше меня здесь кратенько буквально это про библиотеки значит нам почти слышали но это очищено по сути библиотека для работы с массивами она фундаментом является для всех остальных библиотек ну массива это и понятные матрицы сайпай это ну куча всего я честно говоря никогда не пользовался свое время пользоваться математикой ну и как-то интегрировать и что там оптимизировать в символьном виде в питоне мне честно говоря никогда очень такая задача не привлекала пандаса пандасе мы сейчас поговорим ну тут как там сервис по 0 да то ну в общем это по сути утилиста как раз для работы с новым пакет для работы с данными вот это интересная штука пай тейблс я думаю что не все они слышали она такая вроде как широко известная в узких кругах это пакет для работы с форматом hdf 5 и это ну бинарный иерархический формат данных я не знаю там насколько честно говоря широко он используется вот прям в области дата сайса у нас в курсе будет у нас там курс готовится и я нашел дата сет в котором данные хранятся в этом формате hdf 5 и это такой стандартный дата сет для обучения чего это там хранится не помню честно говоря то ли фильмы 2 нет называется million song дата сет он стандартный у него размеру полного по моему то ли 5 то ли вообще 20 гигабайт и вот спай тейблс то удобно оберка есть библиотека отдельная по hdf по hdf 5 что ли для этого и вот пойти его с еще более интересное ну по крайней мере в научных вычислениях это форма данных используют широкому и пай тейблс тоже откладывается при саване айпайтона оба айпайт они интересно сказать особенно собственно если посмотрите за презентация вся она сделана как раз в iphone и она выглядит у бога это правда но она позволяет что она позволяет во первых писать код и текст неразрывно вам не нужны два разных редактора с другой стороны она позволяет делиться данными ну то есть ну я бы не сказал что это там какое-то колобу сотрудничество то есть одновременная правка нет хотя ну пусть помощью гита понятно это можно сделать легко но потом можно выложить все вот эта презентация она не с локального компьютера показывается есть сайтик собственно это айпайтона но уже этого юпитера не разделились в свое время мб вверх он там есть куда загружаете вы свое вот этот файл айпайтонский ноутбук и с помощью этого же айпайтона вы конвертируете ну там на сайте это автоматически делается конвертируете его в html презентацию которая использует ржесную библиотеку reveal для любителя html можно прямо в html писать и с помощью этого reveal я не очень люблю html в общем мораль какая айпайтон предоставленному помимо он умеет и считать очень хорошо там и распараллеливать умеет и еще кучу всего и даже на цитоне прямо у себя в ноутбуке писать он позволяет сделать вот такую презентацию пойду написано маркдауне орда мне не нравится презентация вылет у бога потому что для того чтобы что-то там центрировки должны править html но еще раз это быстро и позволяет вставить под питание очень тонативно и довольно таки хорошо вот по мне так стандарт кэш это латех ну или powerpoint ноуту алексеев в следующем докладе посмотрите он использовал ревил без айпайтона выглядит кэш поприличнее вот но в принципе это большой плюс почему не питону мы искали о питоне почему не питон тоже наверное имеет смысл сказать хотя все это вопросы очень очень мне кажется философские мы дискутировать о них даже не будем это стандартные стандартные такие вопросы после которых начинаются тренды на 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 десятки стороне что и статистически типизированные но и ну наверно кто скажет это плохо люди которые там на скале программировать на эту систему типов не скажут говорить не о чем наверное медленной вопросе у вас оске на нем ну веб-сервера работает понятно данные обрабатываются в общем то не сказать что медленно пандас в новых последний там версии но 17 уже и там более минорные есть релизы позволяет запускать процессы в обход гила но они за это релиз гил то есть какие-то процесс вы можете запускать иными словами параллельно на на процессоре ну много что нам по это давно умеет но теперь и пандас умеет в принципе параллелизм вам доступен но всякие вот эти конкуренси параллелизм это то же самое начинается тут после этого гил там не гил плохо это гил или нет в общем проблем с медленностью нет когда вам нужно действительно быстро местного некая там big data обработать что-то действительно быстро то есть когда имеют значение но не знаю там милицию то есть иными словами тоже называть real-time аналитикой ну я думаю конечно да это не питон но что там кроме питона можно все что угодно но у питона я забыл кстати его один из тоже один из плюсов которые часто упоминаются сказать это питон является таким своего рода универсальным клеем для различных языков вы можете но я думаю знаете писать модули носили него можете на цветоне и это все будет на порядок быстрее ну на порядок а можете писать ну я в свое время делал на фартране то есть фартран то но ботал нет ники вы можете написать на фартране и в общем то без проблем его вызвать из питона и вот в следующем докладе я так понимаю нам расскажут как вызвать прост из питона ну то есть вполне себе мне кажется и питон в этом смысле уже как бы перестает быть медленным то есть вся программа не может быть медленной весь код какие-то части ну и вот это честно говоря это прям но это большой минус для меня я не знаю как для всех вот идет pipes и то есть в арии я думаю то есть в скале это есть в общем и в общем иными словами то есть функциональных языках поиску передаете данные фильтр результат фильтра передаете куда-то там на самарайская самара и саму в итоге записывается в какую-то переменную на питоне можно такое сделать узнать библиотеке fancy fn какие-то уже под заброшенным или заросли какие-то используются но ну в общем питон не функциональный язык мы это понимаю можно это делать но но мне кажется лучше сделать как у предложенного алексей написать модуль на расти который является функциональными как вид питона вы испытаете наслаждение от этого про данные собственно теперь мы перейдем к процессу обработки данных на питоне и ну вот это я не удержался процитировать это тоже из книги которую уже нет это я не упоминал все тоже хорошая книга data science for business там рассказывается об алгоритмах различных регрессии там кастеризации классификации применительно задачам бизнеса то есть рассматриваются проблемы с точки зрения бизнеса они с точки зрения мат статистики то есть там нет доказательств теоремы существовать единственности донки неплохо то есть данное то что уменьшает наше понятно неопределенность относительно чего-то значит данные как и говорят все ему не говорим о моделях не говорим о машинном обучении мы буквально пару примеров посмотрим как полностью сделать первое это получение данных совершенно из различных источников источники это веб-страница api csv файл xl файл не знаю что там еще ну там какой-нибудь rds файл в общем некие файлы api веб-страница распарсить ну можно еще на что-то придумать из из каких-нибудь стримов братья не знаю из рейк ну в общем откуда угодно и собственно следующий процесс перед тем как перед тем как мы начнем делать всякие машин ленинги это при сказать перепроцессе ну пред обработка но обработкой будет обработка данных это очистка данных трансформация интеграция в рехауза значит клининг тут все понятно данные по умолчанию они являются грязными они содержат шум они содержат какие-то но реданности избыточность и на этой стадии мы это все пытаемся устранить потом data transformation это мы что под этим подразумеваем под этим подразумеваем любые преобразования данных которые позволят нам потом как-то более эффективно их использовать ну например самый простой что приходит на ум и там как раз в примере струет нормализация данных когда вы считаете ну пересчитывайте не отчеты того или иного события а вы эти отчеты переводите в вероятность ну так чтобы в сумме этот столбец вероятность дал единицу интеграция данных это имеется ввиду интеграция данных из разных источников вы берете данные например есть база данных есть не знаю коните веб-сайт на на веб-сайте хранится в табличке поле клан клан господи чертова работа есть клиента 1 client айди а в базе айди в базе айди и понятно что это один и то же то есть смысл это говорят лингвист это это коннотация одна и та же то есть это айди пользователя некой системы ну вам надо их записать в базу не в две разные колонки в одну это интеграция простой пример а варихаусе надо уже понятно это хранение данных причем хранить данных там где-то умные слова говорят в многомерном пространстве смысл в том чтобы это положить данные куда-то откуда их удобно брать откуда их удобно откуда удобно предоставлять доступ к данным тут уже за чистые данные которые пригодны для анализа туда их можно стримить оттуда их может делать с ними все что угодно ну на этом тоже многие компании делают деньги хранят данные дерзайте но здесь кратко перечисленные те варианты собственно почему дата данные являются грязными к слову сказать есть статья она там в источниках есть можно будет скачать на свободном доступе кстати называется тайги дэйта то есть чистые данные чем она хороша она она хороша тем что пытается ввести какую-то какую-то аксиоматику в науку о данных когда мы говорим science мы должны конечно сразу ввести некую аксиоматику если нет аксиоматики то science это просто ну просто пустой звук и вот ну понятно есть статьи в которую в этот аксиоматику вводит определение чистых данных это статья основана в основном в основе лежит понятие данных научиться данных те которые данные хранятся в таблицах все эти правила нормализации кода и собственно говоря вокруг этого все есть но тем не менее какая-то попытка формализации понятия чистых данных ну и пандас собственно говоря пандас библиотека здесь кратко значит основные типы основные структуры данных которые работают это через ряды ну я так понимаю для себя можно представить как неким массив индексы массив неправильно сказала словарь индексы это но в самой документации встречается там в разных местах не немножко разное определение суда суть одна это упорядоченный мультисет упорядоченное мульти множество то есть это множество в котором возможные дубликаты понятно индексы но сейчас мы увидим не там есть но и собственно data frame data frame это представление табличных данных ну самое простое табличные данные таблички как бы в excel мы привыкли двумерные но и data frame в общается и на многомерные данные то есть не обязательно это вот колонкой столбец и колонка и это имеется и строка то есть многомерные данные то data frame столбец если возьмете как раз будет series название но индекс стал строк это индекс ну и собственно и понеслась но и посмотрим а вот эта задача она собственно ее как придумал жизнь подсказала смысл в том что есть ну сайт тут не привел есть некий сайтик на котором есть и табличка с курсом ну с историей курса валютам доллара по моему неважно курса валюта ну можно понятно было выдрать эту табличку там джейсом и это все ясно потом это джейс хотелось поскольку порисовать графики то вариант этот не очень подходил потому что есть же с чего там сохранять наверняка кто-то сумеет сделать я не знал как и пандас значит пандас умеет брать html страничку здесь вы указываете класс но это класс таблицы которые вы хотите распарсить ну если табличка конечно там она простая там она совершенно простая то все будет хорошо но и там всякие хедеры парс дата тысячные разделители и получаете ну получаете в результате как раз data frame у которого есть столбцы это кто писали за series есть метод ренейм и вот здесь обратить внимание важными кажется моменту пандаса это вот это in place true насколько понимаю насколько помню in place true означает то что вы не будете создавать новый data frame вот это важно и это является наверное такой какой-то спецификой питона который в общем-то является не функциональным языком то есть data frame это изменяемый тип данных ну и понятно что можно здесь попасть неприятную ситуацию когда вы там пять минут загружали в память некий некий csv файл на 20 гигабайт потом решили переименовать колоночки забыли in place true и получили еще один 20 гигабайт на data frame вот но это есть такой момент я думаю разделаешь запомнишь потом будешь сила это применять и но вдруг там что-то axis на название axis это оси называются но axis 1 это столбцы и axis 0 это строки то есть действие по столбцам по строкам делается и получается но вот некая инфа об этом data frame сколько там столбцов сколько строк сколько памяти используется ну понятно немного и и прекрасно но сейчас я промотаю этом но это потому что это потому что это айпай там презентация ну вот head выводит первое первое несколько значений дата и рейд собственно курс она может дальше крик и мы можем нарисовать ну тут какие-то волшебные манипуляции небольшие есть но это для того чтобы данные даты точнее распарсить адекватно нос с локалью это стандартно проблемам там может быть все понятно и вот она команда причем более того видите вам даже не придется как-то отдельно подгружать ну точнее он подгружен там от плот лет но сама pandas уже имеет метод на дата фрейме плод который позволяет вам нарисовать плод показать там все такое прочее здесь и никак этот график не 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 облагорожен в общем тоже а вот вкус выглядит не очень хорошо и в этом одно из преимуществ ара по сравнению с питоном он из коробки делает ну графики в общем-то гораздо более приятные но 8 менять можно как угодно непонятно наверное понятно мир что ли пролистать ногам этому виланс это база некая из ротан там это с сайта с критикой с обзорами фильмов и просто в качестве примера она в качестве примера для для курса задача связанная с ну попытаемся найти какие фильмы наиболее популярные среди вот ну кого-то там сейчас увидим кого собственно просто производился от среди и пользователей у которых указано вид деятельности вот все подряд есть значит здесь на что можно обратить внимание ну понятно питон умеет зипы читать но это даже неинтересно никому но вот старая командочка это ри цсв то есть это читать из csv файла указывайте разделитель вы указываете файл указывайте имена сразу которые придать колонкам ну и какие колонки используют то есть принципе вот это ну да кто-то может сказать господи что что выложил то но я надеюсь не они тут даже подряд идут подряд тем не менее можно указать колонки которые читать из csv файла и в общем то это сэкономит вам память то есть вам не нужно будет сначала считать весь огромный ссв память потом что-то отфильтровать нет все все это тут уже предусмотрено дальше это здесь в общем что делается мы из можем смешать два дата сета один дата сет это буду точнее три дата сета это данные с пользователями данные с фирмами нету и всему два и мы как раз и нержим их но делаем после такой inner join собственно говоря в пандосе есть эти операции ну то что круг называется далексе не ошибаюсь ты меня в свое время правил крупному ну там манипуляция а-ля джойн и из-за из куэля мы здесь объединяем и используем в качестве ключа объединения юзер айди то есть те значения которые совпадают юзер айди они берутся других не берется то есть и на рынке ну и получаем что-то там в итоге ну и результатом будет некие фильмы которые смотрят которые смотрят кто же по моему там ученые ученые ну санте 100 вот ну дата фрейм получили в общем тоже здесь на что может смотреть in place не забыть поставить знаю переименовали ему виде в этом оде чтобы по ним потом мерши сделать и получаем что ведь не очень удобно и в итоге получаем вот мы получили наиболее частое упоминание среди категории да елки-палки среди категории scientist и вот эти топ-5 фильмов ну там чисто частот вот они функции из in ну понятно тоже по смыслу что это означает но по сути это тут фильтры я не буду говорить сейчас даже углубляться в этот пандос какие там фильтры есть фильтры по колонкам по значениям и логические ну то есть вас ключи индекс может быть логическим значением можно быть строкой все понятно прочитаете и вот получим довольно таки быстрый результат 1 ну как ни странно санте стоит историю игрушек и только и красном звездные войны где-то есть ну то есть таким образом вот можно довольно таки быстро обработать этот датасет есть базовая пера ну не базоваясь операции крутые все вот эти джоины есть в общем-то довольно таки неплохие фильтры что мы имеем мы можем делать релиз гилл то есть достаточно быстро можем загружать память можем не загружать есть возможно читать csv блоками то есть не обязательно прям все загружать блоками если там кускус камень чанкс и в общем-то довольно таки мощная библиотека и на сайте кегл если не изменяет память она сейчас изменяет поэтому я не помню какое там число но процент среди победителей соревнований на кэгле которые используют от они сайки тлеон пандус конечно и так это инструмент де-факто его даже не упоминает но он питон одним словом достаточно высок там арпи тонут они где-то может быть рядом очень питон это очень-очень такой надежный и хороший инструмент для для работы с данными но и библиотека pandas но это так в качестве затравки потом сможете потренироваться ну и просто показать да это как раз особенности работы с забыл поставить там правильно и этот и получилось значение слайдой получился следующий слайд а прямо здесь но это просто топ значение в рейтинге я не помню какой там размер дата с этой размер статист но 19 человек выбрали эту историю игрушек окей не очень много спасибо за внимание я думал на это можно закончить